Рабочие завершают оборудовать полотно прогулочной зоны, а рядом в 20 метрах уже проходит приемка последней работы. Главные заказчики – дети. На своих самокатах они обкатывают новую скейт-площадку в сквере Марии Рубцовой. Два месяца назад на месте так называемой «эйр-зоны» был вырыт первый котлован. Сначала ему задали верную архитектуру, после положили арматуру и забетонировали. Сейчас рабочие заканчивают такие же операции с уличной зоной на скейт-площадке. Здесь будет проложен прямой участок трассы с перилами и выступами для прыжков. По окончании асфальтирования мы будем устанавливать малоархитектурные формы в виде лавочек, урн, парковок, информационных щитов, а также установили теннисный стол. Дальнейшим завершающим этапом будет озеленение и приведение территории в первоначальное состояние. Также неподалеку установили «памп-трек» – трасса, состоящая из ям, кочек и уклонов. Набор скорости на ней осуществляется с помощью специальной техники прохождения волн. В яме гонщик группируется, а на кочках расправляется. В целях безопасности делается такой трек из специального мелкозернистого асфальта. Он мягче обычного и с шинами сцепления лучше. Как тебе площадка новая? Очень даже хорошее. Классно кататься? Падал уже? Один раз упал. Больно, не больно? Не, не больно вообще. Зарешить работы в сквере по графику планировалось 31 августа. Однако строители уже опережают сроки на 5 дней. Такие темпы в духе ветерана труда химчанки Марии Рубцовой. В ее честь и назван сквер. Именно благодаря ее усилиям с середины прошлого века в Химках велось активное благоустройство территории. Появились новые парки, скверы и зеленые массивы. И эта традиция продолжается. Сервер Бекмамета Вильфорд Демковский. Новости Химки ТВ.